Требования российских телеканалов Google достигли 2 хундициллионов рублей. Господи, думал никогда в жизни это слово не выговорю. Так вот, 2 хундициллионов достигли уже требования. Для понимания, это сумма с 36 нулями. 28 октября наш суд, самый гуманный суд в мире, как известно, в очередной раз обязал компанию восстановить доступ к заблокированным российским медиа на YouTube до тех пор, пока она этого не сделает, размер неустойки будет продолжать удваиваться каждую неделю. Сколько? Да ты шо, оху**л? Напомню, что вся эта история тянется с 2020 года. Тогда видеохостинг ограничил доступ к страничке телеканала «Царьград» за нарушение правил сообщества. Позже судьбу «Царьграда» разделили еще 16 российских СМИ по той же причине, а также из-за санкций США и Евросоюза в отношении отдельных лиц. Российская сторона, впрочем, назвала это актом политической цензуры, начались судебные тяжбы, теперь вот нулись считаем. Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Может быть. А может и нет. Вообще, конечно, история сама по себе абсурдна, как и цифры, которые в ней мелькают, надо понимать. Что, например, санкции, если мы говорим о них, тут же две причины, по которым произошла блокировка российских СМИ или отдельных их представителей. Так вот, санкции вводили правительство конкретных государств. Google же это частная компания, которая всего лишь выполнила требования властей США и ЕС. Почему тогда пропагандисты наши судятся с Google? А не с теми властями? Не совсем понятно, это момент номер раз. Момент два. Нарушение правил сообщества. Его я вообще не вижу смысла комментировать. Ведь у любой соцсети есть свои правила. Переступил черту до свидания. И это не цензура. Это нормы, которые применяются к любому пользователю. Хорошо, давайте на пальцах. Предположим, что я сейчас там завтра зарегистрирую страницу в Яндекс.Дзене, а затем начну грузить туда парнуху, откровенные фейки, статьи оскорбительного содержания в отношении, скажем, не знаю, женщин или вообще разжигающие национальную рознь. Меня ж заблокируют? Заблокируют. Но это не точно. А если я после этого побегу в суд с визгами, а Дзен применил ко мне политическую цензуру, суд встанет на мою сторону, а штрафы с 36 нулями на Дзен навесит? Тут и оно. Ладно, все все понимают, как говорит один мой коллега, это реальная журналистика. Советский цирк умеет делать чудеса, писать им из сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и давайте уже к народу поближе. Глава Сбирогрев назвал российских блогеров неудачниками, которые ничего больше не умеют, кроме как болтать языком. По мнению Германа Оскаровича, успешные люди такими глупостями не занимаются, поскольку слишком заняты другими вещами или просто не видят воном нужды. Это вообще какой-то ужас, вот эти все блогеры, которые там в жизни сами ничего не... Ну, слушайте, если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогер. У него времени на это нет. Я понимаю, что я на себя навлек сейчас. Вот. У них времени больше, чем у меня, но это же кошмар. Ну да, другое дело удачники вроде Грефа, которые прикарманили себе огромный банк. Банк, который они, кстати, сами не создавали, не развивали, потому что этот банк создавала целая страна, состоящая из 15 независимых и ныне государств. Причем банк тут, ребята, прикарманили вместе с накоплениями нескольких поколений людей. Подчеркиваю, нескольких поколений. Ага. А потом пилили с помощью данного банка, до сих пор пилят. Вот они, удачники, учитесь как нужно правильно. Понятно, что у Грефа просто нет времени на какой-то там блогинг, поскольку надо, например, успеть напилить еще хоть сколько-нибудь, пока дружки-гопники не отхапали этот банк у него самого. Но это показывает температуру в палате. В палате все плохо, температура высокая. Вообще, я, конечно, понимаю, почему вот этим всем господам, коих мы ошибочно называем элитами, так и мешают эти самые блогеры. Да потому что для элит данное явление стало настоящим мечом, занозой взб***цы, если хотите. Раньше все было просто и понятно. Существовали традиционные СМИ, которые контролировались целой кучей министерств и ведомств, которым, если что, в любую секунду можно было заткнуть глотки тупо по звонку. Сиди себе дальше пили, или там с телками по куршавелям катайся. Лоббируй интересы, кого хочешь, а то и вовсе можешь в носу ковыряться, даже не пытаясь изображать видимости бурной деятельности. Слова плохого никто о тебе все равно не скажет, напротив. Присмыкающиеся из зомбоящика поспешат убедить массы, будь то ты подвиги совершаешь во имя каких-то там высоких целей. Вот он, красавец-туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. Ну, теперь надо попробовать, конечно же, как он там внутри. Держи. Это Степ сейчас был, если что, но оно не на ровном месте появилось, согласитесь. Российская пропаганда давно превратилась в какую-то мультяшную помойку возле Дома Печали, по-другому тут не скажешь. Мы реально уже в присутствии телекамер и газетчиков остановки торжественно открываем, или туалеты вон. Даже бетонные плиты не менее торжественно закладываем, совершенно не опасаясь, что кто-то может и вякнуть в публичном пространстве. Вы че какой-то фигней занимаетесь и будет прав. Ты втираешь мне какую-то дичь. С блогерами же, когда они возникли, вся эта конструкция из гаданой палок посыпалась. То, о чем прикормленные халуи, простите, традиционные СМИ, конечно же, молчали годами, эти начали говорить громко и вслух. И сделать-то ведь с ними ничего нельзя. Во-первых, блогеры сами по себе, их трудно контролировать, во-вторых, их много. Каждый день появляется еще больше, сегодня блогером может стать любой. Да и законодательной базы для этих вредителей не существует, повторюсь, они не СМИ. Роскомнадзор в большинстве случаев просто бессилен в борьбе с той заразой. Я с более важного сообщения начал, которого ждали, я думаю, все наши зрители и слушатели. Госдума приняла закон о запрете трэш-стрима. Вот это, наконец-то, наконец-то то, о чем мы неоднократно рассказывали, вот оно свершилось. Ну и у меня даже целая программа была посвящена как-то этому. А второй момент, который очень хотелось бы обсудить с нашим уважаемым экспертом, касается вот чего. Согласно этому закону, о котором Игорь сказал буквально несколько секунд, назад владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч будут обязаны подать в РКН сведения о себе и в порядке и составе установленным правительством. Ну, вы знаете эту историю, поэтому пересказывать вам я ее не стану, тем более, что она еще более дурацкая, чем то, с чего выпуск сегодняшний начали про ундицеленный гугл. Если в общих чертах еще одна, плюс сто пятисотая попытка наших чинуш вернуть все взад, сделать, как было во времена царя Гороха, когда правом на распространение информации обладали телевизор, радио, газеты и... и все. Выпуск мы начинаем информацию... Зарубежная печать подробно излагает... В Новгороде завершился праздник славянской письме... Вот только не получится. Не получится из соцсетей и нынешних блогеров сделать старый советский зомбоящик. Закон вот этот, кстати, работать просто не будет. Почему? Да потому что слишком большое количество людей они хотят втянуть в данную авантюру не просто большое, а гигантское, исполинское, я бы даже сказал, полстраны буквально, ну, из числа пользователей Рунета, а это десятки миллионов человек, на минуточку. Этой нормой смогли воспользоваться льготные ипотеки в 2,5% свыше 500 миллионов человек. Свыше 500 миллионов человек. Ну, ерунда же это, вы понимаете. Тем более, что закон о регистрации блогеров в нашей стране уже пытались реализовать в период с 2014 по 2017. И в конце концов данный закон просто отменили. Если интересно, напишите в комментариях, разберем это дело подробнее, я только в будущих выпусках сейчас не хочу время ваше тратить. Ну, да мы отвлеклись и так. Очевидно, что российские чиновники пытаются вернуться в комфортные для них условия, но тут есть одна очень серьезная загвоздочка. Дедушки и бабушки, засевшие во власти еще в каменном веке, ну, которые сидят там со времен основания РФ, с начала 90-х, они в принципе не понимают, что за книгу читают, поскольку книга написана на непонятном для них языке. Можно, конечно, и дальше, сколько угодно, продолжать замедлять Ютьюб, продолжать блокировать все, что под руку попадется, или даже нести ахинею в Госдуме, а давайте примем закон о запрете для россиян вообще говорить, а также писать и думать. Сегодня речь идет о запрете деструктивной информации в целом. Эти понятия заложены в указе в 709-м президента, и сегодня с Министерством науки отработано два тома материалов, уже подготовленные исследования, на базе которых будет сделан следующий шаг, комплексный шаг. Че? Че? Че за? С таким же успехом можно запретить ветер, например, солнце и луну, день и ночь. Объясните им уже кто-нибудь, тот же Google. Это ведь не только YouTube, это не только поисковая система и электронная почта Gmail, Google. Это, в принципе, фундамент цифрового мира, а значит, можно сказать, практически всего, что нас окружает уже сегодня, но что еще важнее, это фундаменты мира завтрашнего, мира будущего. Стариканы из политбюро, их обслуга, их прихвостни, на самом деле, пытаются остановить время. Потому что Россия это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Ясное дело, что ребятишки и дальше будут пытаться спасти свой вот этот вот выдуманный мирок. Завтра они не образумятся, почему впереди нас ждет еще немало дичи. К счастью, все в этой жизни конечно, и глупость тоже, с чем я нас поздравляю. Все. Переваривать это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok